Жака Ширака, чья Нормандия Неман убивала сербов, смерть настигла точно в срок. Политика. Международное положение 1 ноября 13.55 Жака Ширака, чья Нормандия Неман убивала сербов, смерть настигла точно в срок. Сербский суд дал ему 20 лет тюрьмы за бомбардировки Белграда, и этот приговор оказался пророческим. Виталий Корюков. Комментарии в просмотров 7402. Фото. Зюма. Дэс. Сразу оговоримся, что у бывшего президента Франции Жака Рине Ширака было несколько прозвищ. Одно из них, Бульдозер, дал ему за агрессивность и эффективные действия его соратник и шеф Жорж Помпиду, в президентской кампании которого он принимал активнейшее участие. Именно во многом благодаря результативной работе Ширака Помпиду, в результате, и стал премьер-министром, а затем и президентом Пятой Республики. А вот французские журналисты иначе как политическим животным Жака Ширака не называли. Начало конца всей этой истории, по мнению некоторых компетентных людей, положили бомбардировки в 1999 году Союзной Республики Югославия авиации стран НАТО без одобрения Совета Безопасности ООН. Это была неприкрытая агрессия в отношении суверенного государства. Сегодня, говоря о Шираке, любят вспоминать о том, что при нем Франция вернулась к политике галлизма, то есть следованию заветам генерала Шарля де Голя, определенным образом дистанцировавшись от США. Но не надо забывать и о том, что в числе других стран Пятая Республика приняла в 1999 году участие в бомбардировках мирных югославских городов. В результате этих варварских налетов погибли 2,5 тысячи мирных жителей, 821 из них посчитали пропавшими без вести, в том числе как минимум 400 детей. И ответственность за эти авиаудары среди прочих лежит и на президенте Франции, 1993-2007 граммов. Г. Жаки Шираки, пославшим в Югославию, в том числе и самолеты легендарного полка Нормандианиман. Читайте также. Космическая разведка США Трампу, лейтенант Иванов спит с дочкой генерала Сидорова. Американцы утверждают, что со спутников видят даже жизни российских офицеров. В свое время представительница известной русской дворянской фамилии Мария Алексеевна Стахович из Национального института восточных языков и культур в Париже рассказывала, что французские офицеры, служившие в этом полку и вылетавшие на бомбардировке, потом искренне извинялись лично перед ней за то, что вынуждены были выполнять этот преступный приказ. И признавались в том, что всей душой были на стороне сербов. Эм, да, если бы так и было, наверное, честь офицера должна была подсказать им подать в отставку после случившегося. Ну да ладно. Речь о том, почему бомбили. Принято считать, что это сделано было, чтобы наказать сербов за резню косовских албанцев. Детский вопрос, кто первый начал. И как быть с противностью теми же албанцами, которые разоряли православные храмы и убивали сербское население тысячами. Где тут истина? Однако виновными назвали только сербов. Почему? Да потому что, во-первых, Западу никогда не нужно было сильное славянское государство в центре Европы. А во-вторых, политика, как выразился в свое время Карлофан Клаузевиц, это концентрированное выражение экономики. А экономика Албании в то время была построена на махровом бандитизме. Проверяются полученные в ходе оперативной работы данные о том, что в 1999 году как минимум два грузовика с похищенными сербами переехали из Косово в Албанию. Иван Папанин станет камикадзе, если постарается потопить Рональда Ригана сможет ли российский ледокол противостоять авианосцам США. Кстати, в середине октября Косово отозвало свою заявку на вступление в Интерпол. Ведь как только эта страна вступит в международную полицейскую организацию, Интерпол, у которого ну очень много вопросов к Тачи, просто вынужден будет выдать ордер на его арест за старые грешки. И непосредственно о Жаке Шираке. Осенью 2000 года Белградский окружной суд заочно рассмотрел уголовное дело в отношении Уильяма, Билла, Клинтона, Уилли Маркоэна, Энтони Блэра, Робина Кука, Джорджи Робертсона, Юбера Ведрина, Алена Ришара, Герхарда Шредера, Йозефа Фишера, Рудольфа Шарпинга, Хавьера Соланы, Осли Кларка, а также Жака Ширака. В общем, в отношении всех тех, кто отдавал приказы распоряжения о бомбардировке Белграда. Суть признал их виновными в совершении преступлений против СРЮ, определив меру наказания в виде тюремного заключения сроком на 20 лет, с момента совершения преступления, то есть с 1999 года. О чем это говорит? 20 лет приговора. Или 20 лет отсрочки на тот случай, если реального наказания так и не поступит. Наверное, этот приговор Жаку Шираку, как лидеру крупнейшего государства в Западной Европе, можно считать божественным наказанием. Реального возмездия так и не наступило, но Жака Ширака, который умер 20 лет спустя, по всей вероятности, наказал сам Господь Бог. Ничего в этом мире не случается просто так. Ведь сказано в Святом Писании, ни один волос с вашей головы не упадет на землю без воли Отца вашего. Значит, была такая воля. Наступил часть расплаты равно через 20 лет. Международное положение. Полокост. Гитлер ненавидел поляков больше, чем евреев, русских, украинцев и цыган.